Добрый день, уважаемые зрители Добрый день, уважаемые зрители Добрый день, уважаемые зрители Пусти сюда, они получат доступ к секрет-шопу И потом попадут в зал Надо будет застать этот момент Чтобы посмотреть, как они будут ломиться Будут ли люди падать на землю И будут ли их затаптывать Ну, посмотрим, посмотрим Ну, а пока с вами двинем к секрет-шопу Окей, и вот мы находимся рядом С тем самым секрет-шопом Где продается различная атрибутика посвященной игре Dota 2. В основном это футболки, бейсболки, какие-то брелки, шарфы, стаканы. Есть также три уникальных предмета. Мы потом подойдем к ним, посмотрим, сколько они стоят, потому что цена на них, конечно же, отличается от основной массы стоимости бейсболок и всего остального. Но они действительно сделаны с любовью. Обязательно куплю несколько девайцев, которые мы сможем потом разыграть на нашей страничке. Так что, если вы хотите получить для себя какой-то приз с турнира The International, то заходите на Moscow Five и ждите начала конкурсов. Ну, пойдем, посмотрим, что же они здесь продают. Ну, вот, собственно, сам вход в секретный магазин, поэтому мы так обходим его. Здесь приходится идти по линиям, столь любимым американцам, и сразу мы натыкаемся на какого-то, на ребят из Азии. Ну, вот, собственно говоря, ремень Dota 2. Ну, потом пошли брелочки в виде маленького курьера, в виде блинк-даггера. Стоит все это по 10 долларов. Опять же, курьер и знак Dota 2. Кошелек, кошелек The International стоит 20 баксов. И вот такие вот милые пиксельные нашивочки. Посмотрите, вот Tide Hunter есть, есть Crystal Maiden. Маленький пус, очень мило выглядит. Леон, Nevermore, если я ошибаюсь. Ну, вот что-то Traxxas как-то уныло здесь выглядит, но, тем не менее, Axe и, что это, Phantom Lancer, наверное. Идем дальше, чтобы можно было все поснимать. Стоят люди, сейчас мы попытаемся их обойти. Excuse me. Здесь наш уже коврик, коврик Steel Series, 20 баксов, огромный ковер. И это мы уже проходили мимо. Сет из мышки и маленького коврика. Вместе стоит 80 баксов, а ковер стоит 15. Много различных майк. Ну, мы видим, что, вот, например, есть майка с Рошаном, майка с Dota 2. Майка, господи, кто это? Непонятно. Майка с Tide Hunter. Ну, очень много майк. Бейсболочки, опять же. Вот курьер. Курьер здесь вообще везде. Можно купить надувного курьера, надувать его дома. И радовать, не знаю, детей, наверное. Ну, вот мы подходим к главным экспонатам. Это фигурка Акса. Здесь их, на самом деле, две. Ну, я надеюсь, что они не в единственном числе. Поэтому можно будет купить даже в конце. Я такую же видел в офисе Valve. Идем дальше. Вот тут торговля идет просто полным ходом. Здесь можно купить кадры. Вот карточки напоминают Magic the Gathering. И стоит все это по... А вот курьер за 40 баксов. У меня есть две карточки. Мы их разыграем. И мы подходим к главным экспонатам. У нас здесь скульптура Экса уже. Уже без стекла перед ней. И цена за нее 249 долларов. Так, теперь у нас Butterfly. Ну, не самый большой меч. И стоит он всего лишь 300 баксов. Я ошибся. Это был не Crystallis. Это Demon Age. И Demon Age у нас 350 стоит. 350. И Vanguard. Vanguard тоже стоит 350. Удивительно. Vanguard и Demon Age стоят одинаково. А мы понимаем, что в игре все-таки от них польза разная. Ну, видите, Vanguard тоже выполнен с любовью. Здесь какие-то идут руны. Непонятно, что они означают. А вот на Demon Age обошлось без рун. Это, кстати, представлено каким-то магазином. VTNZ.com. Непонятно, что это значит. И вот постер, постер-херо-ростер. Если не ошибаюсь, здесь все герои. Все герои, которые есть в доте. И постер стоит 10 баксов. Окей, это был выход. И мы двигаемся дальше. Посмотреть. Там рюкзаки раздают на халяву. На шару уже кто-то получает. И вот, собственно, Aegis of Immortal, который пока принадлежит команде Na'Vi. Может быть, он и останется в ее цепких руках. Я так понимаю, что это приз за первое место. Будем надеяться. Ну что же, это была экскурсия по Secret Shop. И настала пора двигаться дальше в зал к игровой зоне. Так, ну что же, вот мы находимся в святая святых всех профессиональных игроков Dota 2. Перед вами главная сцена. Мы сейчас чуть попозже подойдем к ней, заглянем в будки, посмотрим, что там за народ тусуется. Здесь у нас, собственно говоря, находится став, который будет управлять светом, звуком, видео и всем остальным. Зал небольшой, я не думаю, что больше, чем на 700 человек. Но вот мы сейчас медленно так будем двигаться вперед. Медленно, медленно. Вот посмотрите, по краям здесь развешаны бронера команд-участниц. И это такие небольшие ложи, где команды будут ожидать начала своих игр. Я напоминаю, что матчи будут идти последовательно. Поэтому, когда две команды играют на сцене, все остальные сидят вот по своим ложам. Или находятся где-то в другом месте. Вот, кстати, первый раз, за второй раз вижу игроков команды Moscow Five. Смотрите, Blood Angel, Silent, воплоти, воплоти, так сказать. Удивительно. Черт, я, наверное, целый день теперь будет вести. Медленно, но верно движемся дальше, чтобы зайти на сцену и посмотреть, что же у нас там происходит в будочках. Симпатичные девушки. Игроки сваливают со сцены. И сейчас, наверное, нам удастся. Вот, кстати, посмотрите. Да это же ПГГ. Да, он меня не заметит. Нет, заметил. Мы любим этот мир. Мы верим тебе. Ладно, окей. Включим наглую рожу и поднимемся просто вверх. Поднимаемся наверх. И вот у нас здесь, собственно, находится игровая зона. Одна из двух. Всего таких будки две. Сейчас зайдем внутрь и поснимаем. Здесь, насколько я понимаю, полная звукоизоляция. И вообще ничего не слышу. Сейчас попробую закрыть дверь. И давайте сейчас вот там за ней Артур. Смотрите. Там не видно его. Где-то он прячется. Вот он, Артур. Покричи! Нет, неплохо. Не работает. Ну давай еще раз. Слышно, слышно все-таки, да. Здесь неполная звукоизоляция. Тут какой-то звук. Действительно, слышится гул. И, в принципе, это может мешать игрокам. Но непонятно, будет ли им мешать это в наушниках. Здесь у нас достаточно интересные клавиатуры. Везде разные. Но вот только коврики. А, я так понял, что это уже девайсы команды World Elite установлены. Посмотрите, вот они играют. У них такие свои мышки есть. И Dota там на китайском. Ну, в общем, уже готовы. Здесь по краям висят две камеры. Видимо, будут транслировать. Камеры, кстати, почему-то разные. И пройдем во вторую будку. Медленно, но верно движемся к ней. Вторая будка. Я, к сожалению, не помню, кто будет играть с World Elite. Ну, здесь абсолютно то же самое. Здесь этот же самый ужасный звук. И здесь Yamatech. Это что, IG, что ли? Не помню. Не помню кто, но тоже какие-то азиаты. Здесь такие же две камеры. Обращаю внимание, что перед капитаном никакой камеры нет. Девайсы от Republic of Gamers. Я даже не знал, что Asus выпускает свои наушники. Но, видимо, тем не менее, это так. Ну, вот так вот выглядит место, где будут играть игроки. И мы проходим, выходим. Здесь столпился стафф. И вот, собственно, и вся экскурсия по Benaroia Hall, по месту проведения. Посмотрите, уже команды садятся. Там уже кто-то есть. Сейчас я вижу в ложах, в ложи CLG, в ложи M5. В ложи M5. Да, сидят, сидят там наши игроки. И будут ждать. Вот это Артур. Он кричал. Да. По ГГ мне сказал, что он кого-то любит. Я не поверил ему. Окей, ну. Ожидаем начало игр. Москва5.ru. За International 2012. С вами Марчелло и Артур. А вот флаг России. И на нем маленький шарфик Украина. И там вот флаг Китая. Там сидят кастеры. То есть там сидит 100-500 китайских кастеров. А там сидит один Вилат. Вилат, на самом деле, который представляет русскоязычных кастеров. Он, ну, как мужик приехал, потому что англичан здесь. Шесть китайцев, десять кастеров и один Вилат. Ну, посмотрим, как он будет справляться. Окей, всем пока.